Аплодисменты 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 оценкам экспорт российской IT-индустрии в 2015 году составил уже 6,7 миллиарда долларов. Я просто для сравнения вам скажу, что происходит в других отраслях – 6,7 миллиарда долларов, а экспорт вооружения у нас в 2015 году был 14,5 миллиарда долларов. Понимаете, мы уже в этих гражданских областях скоро догоним экспорт вооружений, а сельхозпродукции и продовольствия выросли до 16,2 миллиарда долларов. Это очень хорошие показатели. Мы знаем примеры того, как небольшие российские компании выросли в глобальных лидеров, предложив прорывные конкурентоспособные решения. Многие из руководителей этих компаний в этом зале присутствуют. Нужно сделать так, чтобы появлялось больше отечественных компаний и организаций, способных не только разрабатывать технологии, но и предлагать их рынку в виде конечного коммерчески успешного продукта. И, разумеется, прошу правительства провести инвентаризацию того, что мешает развитию таких компаний, и разработать дальнейший план устранения этих до сих пор имеющихся ещё барьеров. Далее. Современная так называемая цифровая экономика основывается на квалифицированном и высокооплачиваемом труде. Нам нужно повысить качество всех уровней образования. Отечественные специалисты, наши граждане, должны иметь знания и навыки, позволяющие оперативно овладевать передовыми способами производства, оказывать и получать услуги на новой технологической базе. Будем мы дальше настраивать наше профобразование на текущие и перспективные потребности экономики, формировать такую систему компетенций, которая будет восприимчива к появлению новых и новейших перспективных технологий. У нас утверждён список 50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий. Конечно, это условный перечень, основа хотя бы. Нужно создать все условия для того, чтобы молодые люди могли получать максимально эффективную подготовку по этим специальностям на уровне, отвечающим самым высоким мировым требованиям. Работать на опережение. Необходимо завершить принятие профессиональных образовательных стандартов, обеспечить их внедрение в лицеи, в колледжах, в училищах, в других учебных заведениях. И, наконец, принципиально важно, чтобы все наши инициативы, долгосрочные планы по созданию новой цифровой экономики воплощались сразу на пространстве Евразийского экономического союза, то есть выходили за пределы национальных границ на уровень крупного регионального объединения. В том числе совместно с партнёрами по интеграции и в тесном контакте с участниками рынка мы будем прорабатывать нормативные рамки для регулирования передачи технологий и защиты интеллектуальной собственности. Уважаемые друзья, Россия обладает огромным потенциалом технологического развития. Воплощение этого потенциала в конкретные производства, продукты, услуги, востребованные как внутри страны, так и за рубежом – это важнейшее условие роста отечественной экономики и повышения её устойчивости, стабильности. Уверен, общими усилиями мы сможем укрепить позиции России в числе глобальных технологических лидеров. И я хочу поблагодарить ещё раз руководство Банка за то, что он выбрал для сегодняшней дискуссии и встречи именно эту тему. Особенно хочу поблагодарить всех партнёров Банка, наших иностранных гостей за то, что они нашли время приехать к нам, обменяться опытом, поговорить, подискутировать с вами по этому важнейшему направлению. Большое спасибо вам за внимание, я вас оставлю и пожелаю вам всего самого доброго, успехов вам. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...